МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВИД ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер. Вы смотрите программу Жди меня. Хочу снова напомнить адрес нашего сайта поиск.вид.ру. Я не устаю повторять, не поленитесь. Проверьте, я не ищу для вас. Это займет всего пару минут. Как много встреч произошло только благодаря тому, что кто-то из наших зрителей последовал этому совету. Ну, а мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда поиски продвигаются трудно, мы обычно показываем фотографии тех, кого ищем. Казалось бы, всего несколько секунд в эфире, но иногда этого оказывается достаточно, чтобы выйти на след. С другой стороны, за такое короткое время успеваешь сообщить только самую основную информацию. И далеко не всегда важные детали указаны в заявке. Сейчас я хотела бы пригласить к нам двух сестер, чтобы более подробно поговорить об их поиске. Гульнара, Екатерина, проходите, пожалуйста, к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Пожалуйста, приходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Рассказывайте, откуда вы приехали? Мы приехали из Челябинска. Угу. Мы ищем свою маму, Якупову Гульфарию Фанилевну. Она у нас 12 марта 1969 года рождения. Не виделись мы очень давно, уже 25 лет. Как так получилось? Родители развелись. Мы остались с папой. Нас он воспитал, а мама уехала. Уехала со своим мужчиной. Встретила она другого мужчину, она с ним уехала. Вообще редко так бывает. Обычно дети остаются с мамой. Ну, так получилось. Мы остались по каким-то причинам, неизвестным нам. Вас по суду оставили с папой? Да. Да. А сколько вам было лет, когда был суд? Мне семь. Мне девять. Вы помните, как это происходило? Суд? Нет. Вас спрашивали? Мы на суде не были, нас не спрашивали. Родители, все это происходило между ними. Нас в это не вмешивали. Угу. А папа что рассказывал о маме? Почему они расстались? Что случилось? Ну, это у них что-то личное. Они были молодые, знаете, на тот момент, когда мы появились, у них только по 18 летом было. Ну, и как-то не сложилось, решили развестись. По какой причине, мы тоже не знаем. Развелись, и все. Мама как-то прощалась с вами? Прощалась, да. Мы прощались, а мы провожали ее в Дагестан. Мы помним этот день, это было лето. 96-й год, наверное, потому что развелись они в 95-м. А в 96-м, спустя год, она решила уехать. Ну, тоже нам не объяснялось, почему, куда, зачем. Просто вот мы знаем, что она уехала именно туда с мужчиной. Она вышла замуж за этого мужчину? Нет, он вернулся обратно. Откуда вы знаете, что он вернулся? А потому что мы к нему ездили. Да, мы у него спрашивали, задавали вопросы. Он сказал, что они там расстались. И мама там осталась, он вернулся обратно. Что-то у них там нет. А где мама осталась? В городе Кизляр. Адрес, телефон, может быть? Он был такой неразговорчивый, особо нас там не встретил. Сказал, я ничего не знаю, я уехал, у нее своя жизнь, своя дорога. То есть он даже не знает, где она сейчас живет? Ну, а какая-то связь с мамой была? Переписывались? Нет, вот именно связи с того момента, как она уехала... С момента отъезда на вокзале? Да. Как отрезала? Ни звонков, ни писем, ничего? Ничего, ничего не известно. Мы больше с того момента ничего не знаем. А может быть, вы изменили место жительства? Нет, мы проживаем все до сих пор там же, мы живем в Челябинске. Странная история. Значит, мама все это время знает, где вы находитесь. Может с вами, в принципе, связаться? Ну да, верно говорится. Но ни разу это не сделала? Ни разу. Мы в 2014 году пробовали ее искать через папиных знакомых. Но все безрезультатно. Девчонки, ну вы как сами относитесь к тому, что мама, в общем, знает, где вы живете все это время и никак не проявляется? Ну мы думаем, у нее, наверное, есть тоже причины почему. Возможно, у нее теперь своя семья появилась. Может быть, ей неудобно об этом рассказывать, да, что у нее есть еще две дочери. Девочки, ну вы, наверное, знаете, что в одной из прошлых программ мы показывали фотографии вашей мамы. Да, видели. С вами никто не связывался? Нет. Нет? Знаете, еще фотография 96-го года, она как бы уже изменилась, да, она... Поэтому, может быть, ее кто-то по этой фотографии не узнает. Тем не менее, мы всегда надеемся на отклики. И отклик пришел. Да вы что? Да, но не от мамы. Не от мамы. И даже не от того, кто ее знает. Нам написала наша добровольная помощница в Дагестане, ее зовут Зайнап. Ее как-то очень тронула ваша история, и она пообещала, что она сделает все возможное, чтобы найти вашу маму. И она сдержала слово. Посмотрим сюжет. Да вы что? Я Игуль Фаня Афаниловна. Приехала из Челябинска. Проживаю в городе Киздаре сейчас. Здесь я живу. Здесь я сплю. И собачка со мной спит тоже. Спасибо, Зайнап, что вы меня нашли. Я вам очень благодарна. Поехать, правда, не смогу я. Я, правда, себя неважно чувствую. Вот на лекарствах сижу, ночами не сплю. Переживаю тоже. Ну, правда, переживаю сильно. Я мама Гульнарочки и Катеньки. Замуж вышла в 87-м году. Ну, неважно, где жили. Один раз я в травматологию попала. Сергей избил меня. А родных нету. Маму я похоронила в 88-м году, папу в 90-м году. Нету больше у меня никого. Поэтому он издевался надо мной. Заступиться некому было. А в основном я вот так убегала из дома по соседям с детьми. У меня старшая, она шустрая, молодец. Она хорошо училась в первом классе. А деда с двойку она получила. СМЕХ Я говорю, папе будем говорить? А она говорит, мама, папе не говори. Я ей справлюсь завтра. Я говорю, хорошо, не будем говорить. Не сказала я, я ее не предала. Не сказала отцу. А так бы и сбил бы он ее. Ну, и один раз он что сделал? Стенка в спальне стояла. Пипи Миши пришел. Бросил эту стенку. Это хорошо, дети успели в детскую кровать забежать. Злезть в детскую кровать. Прибил бы он их там. Дети боялись его. Подала на развод два раза. На второй раз развели. Первый раз не развели из-за того, что дети полгода дали на примирение. Второй раз развели. Я на суд не пошла, без меня развели. Потом познакомилась. Ну, я не познакомилась. Он к нам раньше в гости приходил. Друг семьи Олег. Зашлись, жили там. Потом сюда приехали мы, в Дагестан. Я когда уезжала, я зашла, он женился там на другой. Сергей спросил, дети где? Он сказал, у свекрови. Приезжала? Я пошла к свекрови. Ну, предупредила, я детей возьму, меня проводят. Пускай в Дагестан. Они нас проводили, да, с другой уже свекровью. Старше было 10 лет, младше 8 было лет. Они приехали на вокзал в Челябинск. Погуляли с ними там, в Челябинске. Старшая улыбалась, младшая плакала. Здесь я работала в УПК. Потом в четвертой школе. Тоже так же не сложилась дальнейшая жизнь. И мы с ним расстались в 2000 году. Работала, работала. Ну, как в данный момент, как я живу? Так живу потихоньку. Надыр помощник, да. Если бы не он, я не знаю. С Надыром как познакомились? С Надыром? Он в гости к нам приходил. Вот так и познакомилась. И вот так осталось здесь жить. Почему вы не искали своих дочерей? Мне зачем их искать? Ну, я же знаю, что они в Коркино. Старшая, да, я видела в интернете с внучкой, она на руках. Видимо, новогодний праздник был. Елка там была. У Гульнарочки корона на голове. И внучка, девочка. Как я узнала, дочки как меня ищут? Мне соседка сообщила Патя. Не ожидала, что у меня дети искать будут. Девочки мои, лапочки мои, я вас очень люблю. Если есть у вас возможность, приезжайте к маме. Я вас встречу. Будьте умницами, пожалуйста. Что я могу сказать? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы до сих пор не верили. Мы, конечно, надеялись. Мы приехали с Надеждой. Спасибо вам большое. Живая, слава богу. АПЛОДИСМЕНТЫ Жива, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Девчонки, скажите, а про папу мама правду рассказывала? Что-то вы помните? Я не помню. Не помните? Мы ругались, а как все ругаются. А вот этот эпизод с тем, что он стенку оббросил. Я даже не помню. У нас была вообще вот такая семья хорошая. Мама работала в детском саду. А папа работал на заводе, да. Мы очень хорошо жили. Потом что произошло, вот я не знаю. Жили как все. Родители работают. Дети в садике, в школе. Праздники. Отдыхи. Мы ездили на отдых с родителями. Ну вот этих вот драк, побоев этих, вы не помните ничего такого. Я не помню. Ну что, тем более папа нас там? Нет, такого не было, знаете. Он нас вырастил. Девочки, к сожалению, ваша мама сегодня не приехала. Не приехала? Нет, нет. Я не знаю причину, по которой она не приехала на самом деле. Мы все ей подготовили, чтобы она была здесь. Мы... И в самый последний момент она отменяла свой приезд. Но она собиралась, да? Собиралась, а почему-то в последний момент отказывалась. Передумала. Может быть, испугалась. Может быть, ей стало стыдно. Как говорится, чужая душа потемки. Мы правда ждали ее до последнего. Ну вот... Ну нашлась. Самое главное, что нашлась. Это правда. Все хорошо. Девчонки, если вы хотите, мы можем организовать вашу поездку к ней. Поедете? Мы, конечно, я поеду. Я поеду. Мы поедем все равно. Ну, если получится, вместе поезжайте, конечно, да? Обязательно, только вместе. Легче будет, да. Так что не смейте больше вас задерживать. Поезжайте к маме. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Дашь бог все образует, и все будет хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Всего доброго, до свидания. Спасибо. Мама будет вам гордиться, умница, красавица. Так что не надо говорить, что у нас папа против. Нет, нет. Замечательно вы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нам небезразлична судьба людей, которые обращаются к нам за помощью. Поэтому иногда мы возвращаемся к историям, которые уже были в эфире. Я думаю, наши постоянные зрители помнят, как в нашу студию приходила Татьяна Александровна Юнеева. Она искала брата, которого не видела несколько лет. Вот как это было. Татьяна Александровна, расскажите, пожалуйста, о вашей маме. Кого она так хотела найти? Моя мама, Асутина Наталья Васильевна, она искала своего сына. И в Таганрог ездила, и в Азове она его искала. Ей 90 лет. Я говорю, куда ты ездишь? У тебя ноги больные. И она его ждала. Ну, 25 года назад она умерла, так и не дождалась. Я хочу рассказать вам вот что. Есть одна больница в станице Раевская. Это Новороссийск. Уже не в первый раз из этого учреждения к нам приходит зов о помощи. У нас есть пациент Игорь Асутин. Ему 52 года. Поступил он 29 января 2020 года. Привезли вот в первой городской больнице. У него, значит, были травмы ног. Я родился в Ростове. До приезда сюда я же, ну, работал водителем на автобазе. Ну, не понравилось, вышел. Каждому человеку хочется попасть в семью. Кто-то, может быть, когда-то оступился. Но они осознали, они хотят домой, они хотят к своим родным и близким. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы сразу его узнали, да? Да. Что будете делать? Забирать будем. Но слава богу, что есть вы. Слава богу, что есть такая сестра у него. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. Здравствуй, братик. Добрый день. Ай, господи. Моя сестра. Моя... Да откуда? Да не может быть. Ну, узнал. А, да она. Да, она. Да, больна. Да, больна. У мамы инсульт был, мама тебя ждала. Ждала очень. Я очень рада, что я его нашла. Просто безмерно. Я довольна, что он живой. Теперь я буду дальше решать проблемы, восстанавливать документы. Все сделаю. Я думаю, я справлюсь. Я сильная женщина. У меня все получится. Это же брат мой. Если я его брошу, кому он нужен будет? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень надеялись, что Татьяна Александровна сдержит свое слово и скоро заберет брата к себе. И не ошиблись. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это нахуй. Девчонки, мы уходим, провожаем нашего мальчика. Да, он с вами долго был. Ой, долго он нас поцеловать хотел, но мы не дались. СМЕХ Они стесняют. Наташа ходила твоей. Да? Старшего видела. Ее видела. Ну, как бы не в восторге. СМЕХ Ну, я тебя люблю. СМЕХ СМЕХ Танюш, я рад. Да. Вы заберете, вам намного будет легче собрать все документы, сделать. Как и не получится. Сделайте группу, у него будет инвалидность, будет получать пенсию. Лечение он, в принципе, как такового не требует. Ну, участкового терапевта вызовите, пусть давление там померят, посмотрят. Поедем в Ростов, дорога как бы далеко. Ну, будем надеяться, что уже приключений не будет, все будет нормально. Человек нашелся, надо его определить домой, чтобы привезти, чтобы уже не страдал. Действительно, оформить документы уже как положено. Проблема, конечно, есть, но все это решаемо, по-моему, чтобы было бы желание. Так что, будем заниматься. Да, слава Богу, поедем домой. И все будет хорошо. Ну, радость, большая радость. Что еще могу? Ее только целовать можно. Как она искала меня. Не восемь лет искать. Это я там оборту сбыл. Много бухал, вот и все. Это час под лет. Уже помирать пора. Одумался. Работать пойдем. Ну, руки есть, голова есть. Думаю, что не помру. Мама, если бы дождалась, она бы... У нее бы инсульт прошел, она бы спрыгнула и поползла бы, как она тебя ждала. Если бы я оставила своего брата в больнице, это был, не знаю, это был большой грех. Теперь я спать спокойно буду. Мама хотела его. Ну, так получилось. Не дождалась ничего. Она там все видит. Я надеюсь, чувствует. После... Поедем на кладбище. Пусть... Побудет на кладбище с мамой. Поговорит, как говорят. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Александровна, конечно, невероятная. Столько сил у нее, мудрости, терпения. Я в ней, честно говоря, с самого начала не сомневалась. Ну, не то чтобы кто-то сомневался в Татьяне Александровне. Просто, к сожалению, мы знаем, что бывает по-разному. Вот пару лет назад у нас была похожая история. Предлагаю на помощь нашим телезрителям. Я разыскиваю своего брата. Когда я родилась, он был уже взрослый. Ну, то есть разница у нас сколько? 18 лет. Высокие и очень красивые. И ямочки, и на щеках, и на подбородке ямочка. Вот это я помню. После армии он женился. И сразу же со своей женой они уехали в Казахстан. Мама переписывалась. Мама отправляла посылки с детскими вещами. Потому что что-то там с большой скоростью начали появляться детишки. Что у них случилось, я не понимаю вообще. Мама почему-то говорила, что вот плохой, плохой. Потому что когда мама не стала, я уже папу начала своего допытывать. Молчат все как партизаны. Надо искать своих родственников, что-то надо делать. Тем более, я вообще одна осталась. Вот у меня сын, и я. И все. Раньше он здесь вот по мусорке лазил в ящиках. Ну, кушать себе искал. Вот здесь он на трубах спал. Эти трубы горячие. Вот этот магазин, где я постоянно стою. Со стаканчиком, протянутой рукой. Мой друг Черныш. Я его подкармливаю. Нам сказали, что есть такая организация, учреждение есть такое. И мы привезли в это учреждение. Здесь его приняли. Все чистенько, все хорошо. Кормят здесь. Когда Александр Владимирович узнал, что его разыскивает родная сестра, он очень обрадовался. Как думаете, заберет она вас или нет? Ну, надеюсь, на это лучшее. Все-таки... Конечно, братик. Я этого очень хочу. Ну, а дальше все, как говорится, Бог всегда стой будет. Наталья, не теряя ни минуты, сорвалась в аэропорт. Но там ее ждал сюрприз. А-а-а! Мамочки! Здравствуйте! Здравствуйте! А-а-а! Саша! Ой! Сашка, ой, чёрт! Так, Саша, говорила, блин, как бы тебя нет! Как? Так нельзя, блин! У меня сердце разорвется, Саша! А-а-а! Ты мой маленький! Вы маленький! А-а-а! Ой, короче, ты такой, блин! Ой, сколько мы лет не видим? Тридцать. Я выросла? Тридцать. 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 Я помню эту историю. Всегда приятно наблюдать такой счастливый финал. А-а-а! Увы, счастливым был недолго. Недавно до нас дошли сведения, что Александр Владимирович живёт на улице. Угу. Да, честно признаться, мы не могли в это поверить. Мы немедленно связались с его сестрой. Наталья Викторовна взяла трубку, но вместо разъяснений попросила перезвонить через 10 минут. И, увы, ни через десять минут, ни через час, ни на следующий день больше трубку не взяла. Впрочем, ответ на свои вопросы мы все равно получили. Посмотрите. Меня зовут Яковенко Оксана Анатольевна. Я являюсь добровольным помощником программы «Жди меня». Дядя Саша сам, он очень рад был, и мы все обнимались тут, провожали его. Все были уверены, что он там найдет свое как бы, ну, место, не будет скитаться и будет жить. И я увидела, что он идет ко мне. У меня, конечно, удивление, глаза такие, как так? Он рассказал, что сестра дала ему деньги и сказала, езжай в Казахстан, делай паспорт российский. Ну, конечно, возмущались, почему в России это легче сделать паспорт. Он говорит, я не знаю, меня отправила сестра сюда, назад, в Казахстан. Он вообще числится в реабилитационном центре. Зимой они принимают, а летом не принимают. В данное время он на улице и спит на улице, и ест на улице. До отъезда он, ну, лучше был. Да, вот здесь каждый день с утра он здесь ходит. Идет туда на лавочку, разговаривает, кто кушать дает. Здесь овощи ему дают. Вот, по-моему, вещи его здесь. Да, вот это его подушка. Вот он здесь спит. Сейчас мы его можем найти на лавочке спящем или на остановке. Дядь Саш, здравствуй. 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 Как дела у вас? Как у вас? Благодарю. Вы где были? Я вас искала сейчас. На ГАИ. А, на ГАИ были, да? Они у меня на Корме. Кормят, да, бесплатно, молодцы. Приехала опять программа «Жди меня», хотят вам помочь. Как получилось так, что вы здесь опять оказались? Я приехал, у меня часа с третьего. Приехали к ней домой, она живет хорошо, нормально. С мужем ребенок есть, то есть племянник мой. Отношения ко мне были нормальные, отличные. Российского паспорта нету, она меня отправила сюда, чтобы я российский паспорт могли сделать. В Тольятти можно было бы обратиться в российское посольство. Они бы помогли бы сделать, потому что я там восьмой класс заканчивал. Родители квартиру за счет меня получали. Просто мы до этого не догадались, чтобы обратиться в посольство. И дала мне деньги на обратную дорогу. Российский паспорт сделаешь, обратно вернешься, и я тебя встречу. Сюда-то я на самолетах был, за счет волонтера улетал. Обратно она меня отправила на поезде. В адаптацию пошел обратно. Там кормят, помогают документы делать, но только не российские. Хожу туда-сюда, люди добрые кормят. Наташа, большое спасибо тебе за то, что ты меня встретила хорошо. И я желаю, чтобы мы обратно встретились. И у нас еще одна сестра есть, мать у меня. Дай бог, чтобы волонтеры ее нашли. Если найдется, то, наверное, жизнь все-таки будет получше у меня. Просто немыслимо. Отправила обратно в Казахстан делать российский паспорт. Это же ерунда какая-то. Российский паспорт нужно делать в России. Очень жаль, что нам не удалось услышать ее версию. Но, впрочем, отказ подходить к телефону, это тоже в некотором роде ответ. Я хочу обратиться ко всем участникам нашей программы. Бывшим и будущим. Ко всем, кто вот так же на всю страну брал или будет брать ответственность за своих близких. Мы вас ни в коем случае ни к чему здесь не принуждаем. Решение это трудное. И всегда должно быть обдуманным и добровольным. Но если оно было принято, мы будем следить за тем, как это решение выполняется. И обязательно расскажем и покажем. И все-таки я отказываюсь верить, что есть на свете люди, которые совсем никому не нужны. Поэтому мы будем продолжать искать их родственников. Как бы трудно это ни было. И сейчас я хочу попросить вас посмотреть на экран. Это Виталий Петрович Жигульский. Ему 57 лет. Передвигается на инвалидной коляске. Во времена СССР Виталий Петрович жил в Краматорске, Донецкой области. Говорит, что у него есть дети, но их имен, к сожалению, не помнят. А на этой фотографии Яков Николаевич Евстигнеев. Он полностью потерял зрение. Последний адрес его проживания – село Усолье Самарской области. А вообще, Яков Николаевич родом из Новосибирской области. Известно, что у него есть сестра, мужа которой зовут Виктор. Александр Михайлович Пекарь перенес серьезную черепно-мозговую травму. Он не помнит, откуда родом, где жил ранее и есть ли у него родственники. Виктор Александрович Забалуев жил в городе Солнцево Московской области. У него нарушена речь. По словам врачей, это может быть следствием перенесенного инсульта или полученных в прошлом травм. Андрей Федорович Синевников. Тоже практически не говорит. Может произнести только слова «да» и «нет». С окружающими общается с помощью жестов. Вспомнить свое прошлое не может. Владимир Николаевич Смирнов жил в селе Визовое Белгородской области. Помнит, что оканчивало Рязанское военное училище. Также, по словам Владимира Николаевича, у него должны быть двоюродные братья. А это Николай Анатольевич Карпенко. Он разыскивает бывшую жену Наталью Михайловну Карпенко и детей сына Владимира и дочери. Много лет Николай Анатольевич живет на улице. Сейчас он находится в Новороссийске, где ему помогают неравнодушные люди. Хочу добавить, что у всех этих людей нет ни паспорта, ни полиса ОМС, без которых они не могут получить необходимую медицинскую помощь. Восстановить документы без помощи родственников практически невозможно. Поэтому я очень прошу вас отозваться и как можно скорее. АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А бывает и так, что пациентов-интернатов или постояльцев домов-инвалидов начинают искать родные, но слишком поздно. Так, например, Тамара Петровна Федоренко приехала на программу, чтобы узнать информацию о своей матери. Тамара Петровна, проходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Проходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тамара Петровна, как добрались? Хорошо. Встретили, все очень хорошо понравилось. В гостинице хорошо, все нормально. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вы росли в приемной семье, правильно? Да. Как вы узнали, что вы приемный ребенок? Это в детстве как-то было. Меня дразнить стали туда-сюда. Я потом узнала, что я приемный ребенок у них. А потом как-то у нас были у папы документы, в шкафчике, и у нас был ремонт. Я просто нечаянно на них наткнулась, поэтому я узнала. Расстроились? Ну как, дразнили всякое все, это как-то мне было обидно. В общем, я тоже как-то маму спрашивала, но она мне ничего... Сколько вам было лет? Ну, может быть, я уже, наверное, в школу ходила. А взяли меня в 1953 году из дома ребенка. Сначала детей не было, потом меня взяли, а потом родилась у меня сестра Оля. Вот вы стали спрашивать родителей своих о том, почему вас удочерили. Где ваши биологические родители? А они что вам? Мама, между прочим, ничего не знала. В то время это вообще все было скрытно. Я уже искала сама, поэтому я нашла. Я узнала в дом ребенка. А когда вы начали поиски? Поиски я начала лет 25 уже, наверное, это я еще работала. И сейчас я вот на пенсии ушу 20 лет, так что вот столько лет я ищу. Что вам удалось узнать о своей биологической матери? Если честно, даже ничего, потому что я ее не видала, не знаю ничего. Вот как она со мной вот так вот меня... Но имя вы узнали? Имя знаю. Горобец Анна Федоровна. Горобец Анна Федоровна, 12-го года рождения. Город рождения. Да. Потом вот узнала, что она была в Пустошевском доме инвалидов. Тоже, это уже второе как бы. А потом вот меня в 51-м году родила и оставила, это уже как бы третий идет. Ну и вот в 53-м меня дочерили. И потом уже ее перевели в Телеговский дом-интернат. И там она умерла, конечно, ей было 55 лет. Но вот вам известно, что мамы уже нет в живых? Ну, ее давно уже нет. Кого же вы хотите найти? Ну, я не знаю, кто может у нее там быть, какие родственники, я не знаю. Может, дети, может, есть, не есть, не знаю. Но она родила меня вот здесь, в Архангельске, а откуда она сама, я даже не знаю, может, там тоже где-то еще кто-то чего-то есть. Вот, я знаю, что вот она инвалидом была, и все. А какая там причина меня оставили? Как там у нее все получилось, я ничего не знаю. К сожалению, братьев и сестер мамы мы не нашли. Ну, может, это, может, и никого и нет. Но мы нашли женщину, которая задается точно такими же вопросами, как и вы. Посмотрите сюжет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Дианова Вера Борисовна, девичья Горбец Вера Борисовна. Мне 72 года. Я воспитываюсь в дошкольном домаребенке. Мне все говорили, что у меня нет родителей. В Шенбургском. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Однажды к нам в детский дом пришла женщина и сказали, что это твоя мама. Я очень увидела ее, я ее очень испугалась, потому что она тряслась. Даже когда кусочек сахара брала, у нее прямо слюни текли, и у нее было зрение. Глазки были разные. Я обратила внимание, когда была маленькая. И после этого я ее не видела. Нас отправили в школьный детский дом в Шенгурске. После Шенгурска нас отправили в Шалакурский детский дом. Там я прожила до 17 лет. Моя мама жила в Плесецкий район, село Телегово, инвалидный дом. С ней я переписывалась, письма писала. За нее писала женщина, потому что она была безграмотная. Вот у меня сохранилось последнее письмо маме. Она тут пишет, чтоб я приехала к ней. Она мне отправит денежку, чтоб я к ней приехала. Но я уже не успела приехать к ней. Она у меня умерла. Пришла телеграмма. И вот я сохранила это письмо последнее. И я туда полетела на самолете. Меня там встретили. Посмотрела, где она жила в комнате. Бедно, конечно, очень. Ну вот, как в казарме. А вот другие женщины там в инвалидном доме были такие, кровать у них богатые такие, подушки такие воздушные, красивые. А вот моя мама была вот сиротой. Дали мне документы ее, паспорт и 12 рублей пенсии. Мою маму зовут Горобец Анна Федоровна. Она с 1912 года. Родилась она в Харькове. А дальше я про нее ничего не знаю. Вот единственное изображение моей мамы. Эту фотографию мне дали в инвалидном доме, когда я приезжала на похороны мамы. Я родилась в Архангельской области, Пресецкий район, поселок Перекоп, 1949 года, 1 января. Это я только знаю по свидетельству о рождении. А как мама моя оказалась в Архангельске, этого я ничего не знаю. Есть ли у меня сестры, братья. Мне так хотелось, чтобы у меня кто-нибудь был, была ли сестра, или брат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все совпадает. Даже никак не думала, что здешняя она. Почему-то я все думала, что откуда-то она приехала. Мне показалось, что вы даже чем-то похожи, голоса похожи. Я тоже посмотрела, что там мне кажется. Ой, неужели такая судьба у нее была, конечно. Но все, в общем, совпадает? Да, совпадает. Получается, что это ваша сестра? Получается, да. Главное, в Архангельске здесь, в Шенкурске, это ж... Так часто бывает. Рядом были-то, рядом. Ну, скажите, ожидали, что сегодня встретите сестру? Нет, не ожидала, вообще не ожидала. У меня даже мурашки идут. А вот встретите, она здесь. Да. Будете знакомиться? Ну, давайте. Вера Борисовна, проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, мы рядом жили, и это тоже. Да, это тоже. Я очень рада, что у меня появилась сестра. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже не надеялась, что я там сразу приду. Я так удивлялась, думаю, кто же мне, может, из детска, кто ко мне пришел, может, хотят меня увидеть, но никак не думала. Вот, получается, рядом жили, можно было где-то встречаться. Да, да. Прямо жалко, что такое время прошло. Да, столько лет прошло уже, да. Вера Борисовна, скажите, пожалуйста, у вас нет других фотографий мамы, кроме той общей? А маминых у меня только вот это, инвалидная дума. Только это общее, да? Да, да. Нам удалось разыскать ее единственную фотографию. Посмотрите, пожалуйста. Это ваша мама? Ну да, 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 и глаза разные. У меня вообще фотографии такой нет, вообще никакой даже. Мне кажется, я на нее похожа. Мне кажется, что для любого человека очень важно знать, как выглядела его мама. Мы хотим подарить вам этот портрет, чтобы он у вас был у каждой из вас. Как раз на юбилей, да? На память. Как раз на юбилей. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня будет уже 70 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Примите, пожалуйста, этот подарок от нас. Каждую фотографию мамы. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как хорошо, что вы живете рядышком, никому не нужно никуда ехать. Поэтому не теряйтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое. Будьте рядышком, будьте рядом. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так рада, что у меня сестра появилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, очень рада. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы вас поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, что я сильно волновалась. Ничего страшного. Ничего страшного. Не переживай. Я так не думаю, что рядом. Все живые люди, конечно. Как же без волнения. Более такое событие сестра нашлась. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не обижены. Просто мы ожидали, если честно, ее увидеть. Прям в студии. Почему на протяжении 26 лет она не приехала? Я думаю, за это время можно было пешком дойти. Хоть у нее нет документов. К своим детям можно прийти пешком. Очень рада была бы их видеть здесь у меня. Здравствуйте. 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 Это мы? Мама. А тебе? Мама родная. Мама родная, да. Так вот и есть. Молизалась ты ее. Что такое? Молочка моя. Молочка моя. Как мне уже есть. Молочка моя. Все. Ох, спасибо. Все, присядь. Может, присядешь? Неплохо? Я трясу просто. Ну что? Все нормально. Господи, какие у меня большие. Большие? Ну так у мамы. Мои сладкие. Ой, мама. Как они при мне выросли. Ты нас узнала? Как? Кто из нас кто? Катюша. Угу. Гульнорочка. Правильно. Здравствуйте. 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 На, на, на. Я для вас как чужая, скажете, да? Не чужая. Мама все-таки наша. Я в себя прийти не могу. Мы тоже. Мы ожидали вчера встретиться. Вчера маленько другое было на строй. Вчера у нас на встречу прям. Мы думали, что вы приедете. Екатерина и Гульнара сообщили маме, что хотят восстановить ей документы и забрать ее с собой. Но гульфория от предложения дочерей отказалась. А почему не настроена отсюда, уехать отсюда? Пока еще нет. Почему пока не настроена? Ну вот поменять жизнь. Просто вот, ну, быть рядом. Ну, это я так видела. Честно, вот видела вот так вот. Девочки мои сладкие, не знаю, даже милые. Так неудобно мне здесь сидеть. Почему туда не хочется вернуться? Так все резко, неожиданно. Вы сейчас сидим, вы торопитесь, чтобы уходить? Нет. Ну, уходите. А потом я все буду вспоминать. Зачем вспоминать? Что? Так муж приедет? Что? А почему вы отказались ехать? Почему? Знаете, и привыкла я уже. А там у меня ничего нету. Ну, брат, сестры нету. Все, никого нет уже. Дети и все. До свидания. До свидания. Дети и все. До свидания. Дети и все. Папе привет обязательно, привет. До свидания. Хотела бы я вас... Берегите себя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, я удивлена, как можно наблюдать за своими детьми и не сообщить им, что вот она я. Для меня это очень удивительно. Я не знаю, я сама мама, и я никогда так бы не поступила, я не знаю. Дальше я не знаю. Я, конечно, задам ей этот еще раз вопрос, что она решила, к чему она пришла. Ну, вот. Уже будет только от нее зависеть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА